Планы по реализации перспективных проектов сотрудничества Свердловской области с провинцией Хэйлунцзянь в сфере логистики и электронной торговли, поставок уральских сельскохозяйственных предприятий и в гуманитарной сфере будут закреплены в специальных соглашениях. Об этом губернатор Евгений Куевышев сказал во время встречи с первым секретарем Хэйлунцзянского провинциального комитета Коммунистической партии Китая, председателем постоянного комитета собрания народных представителей провинции Ван Сянькуэн. В рамках визита в Харбину губернатора и делегации Среднего Урала была возможность посетить логистический центр, который создается в провинции. Здесь предполагается создать производственные площадки и складские помещения. В качестве резидентов могут выступить и уральские предприятия. В ходе второго российско-китайского экспо 10 российских компаний уже выразили желание разместить свои производства в этой промышленной зоне. Евгений Куевышев рассказал Ван Сянькуэн, что китайский бизнес принял предложение по созданию кооперационных связей с уральскими предприятиями. Одним из таких предложений стал проект «Шелкового пути». Строительство и реализация проекта «Шелкового пути», вдоль которого будут организованы своеобразные логистические центры, которые позволят реализовывать как в сторону Российской Федерации, так и в сторону из Российской Федерации в Китай наших товаров. По словам губернатора, речь идет о создании логистических центров на территории Среднего Урала и провинции Хэйлунзянь. Планируется оказывать содействие в создании транспортных коридоров и строительстве центров для организации электронного товарооборота, рассмотрении вопросов сотрудничества в сфере развития сельского хозяйства и поставок экологически чистой уральской продукции в КНР. Евгений Куевышев подчеркнул, что реализация проекта позволит существенно наладить и кооперационные связи, так как в этих центрах будут существовать некоторые льготные налоговые режимы. Сейчас законодательство и КНР, и провинции Хэйлунзянь, а также законодательство Российской Федерации и Свердловской области позволяют делать такие налоговые преференции. Председатель Заксобрания нашего региона Людмила Бабушкина подчеркнула, что с китайскими коллегами диалог по вопросам регулирования законодательства уже давно налажен. Регулярные встречи у нас уже стали традицией с постоянным комитетом собраний народных представителей города Харбина. И вот это сотрудничество позволяет нам выработать единые подходы в реализации торгово-экономических, гуманитарных, культурных связей. Также во время посещения столицы провинции Хэйлунзянь губернатор возложил цветы к памятнику советским воинам, освобождавшим Харбин в годы войны с Японией в 1945 году. В церемонии возложения цветов также приняли участие сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий, председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина, региональные министры, представители депутатского корпуса и бизнес-сообщества. Создание не только общего исторического, но и культурного гуманитарного пространства – отдельная тема, которая активно обсуждалась во время пребывания делегаций Свердловской области в Харбине. Губернатор отметил, что обмен культурным опытом между нашим регионом и Китаем уже имеет серьезные перспективы. Министр культуры Свердловской области Павел Креков рассказал о том, какие совместные проекты в планах реализации на территории региона. Мы предполагаем в афишу многих наших учреждений филармонии, в том числе театра, оперы, балетов, включить выступления китайских артистов. И вот в ближайшее время, буквально в следующем году, планируются большие гастроли Уральского симфонического оркестра здесь, в Китайской Народной Республике. По словам Павла Крекова, планируется пригласить в Свердловскую область китайских пианистов, которые серьезно заявили о себе в последнее время. Особенно приятно, что артемовские поклонники классической симфонической музыки смогут познакомиться с их выступлениями. Ведь теперь у нас в муниципалитете действует виртуальный концертный зал Свердловской филармонии. Такая возможность не только позволит артемовцам оценить виртуозную игру китайских музыкантов, но и получить представление о том, какие общемировые тенденции в музыке сейчас особенно актуальны, почувствовать на себе ее объединяющее действие.